Всем привет! Меня зовут Алина, вы на канале «Читать нельзя сжигать». Сегодня мы с вами посмотрим на мои осенние книжные планы и, конечно же, несколько обязательных дисклеймеров. Во-первых, я же не самоубийца, я не буду вам обещать, что я все эти книги, конечно же, прочитаю, это просто невозможно, по одной причине, которая состоит из двух пунктов. С одной стороны, я обожаю составлять планы, обожаю писать списки, с другой стороны, я обожаю, в кавычках, эти планы исполнять. Знаете, у меня так часто бывает эта ситуация, когда я напишу красивый список, вокруг наклеечки наклею, подготовлю себе текстовыделители, чтобы это как-то вычеркивать, подчеркивать, в общем. Вспоминаю я в следующий раз про этот список спустя пару лет, когда уже половину надо вычеркнуть, а про вторую половину я вообще забыла, что это когда-либо было в моих планах. Да, такое бывает часто, и сегодняшние книжные планы я вас прошу воспринимать скорее как идею для вдохновения, направление, путь, по которому я пойду, и, конечно же, какие-то книги из этого будут прочитаны, я уверена, что значительная их часть, но это не будет самоцелью. Давайте все-таки начинать уже как-то более здорово относиться к таким планам, которые не являются самыми важными, жизнеобразующими для нас, и если что-то из этого не будет исполнено, никто от этого не пострадает, ни одна книга не пострадает. Так что этот ролик я снимаю больше для развлечения моего и вашего, потому что что нужно вам? Вам нужно как можно больше интересных книг на разную тему, которые, возможно, вы посчитаете хорошо подходящими для осеннего прочтения, ну а мне нужно сделать для вас какой-то классный, веселый, бодрый контент. Итак, что для меня такое осеннее чтение? Это, с одной стороны, мистика, магия, что-то темное, пугающее, таинственное, с другой стороны, это теплое, доброе, очень уютное. Именно на этих двух пунктах, на этих двух составляющих я и решила остановиться. Мой лук сегодня, кстати, тоже неспроста, вот эта довольно мрачная черная футболка со слизерином и с пожирателями смерти отсылает нас к этой мрачной атмосфере, ну а прекрасный значок с шоколадной лягушкой отсылает нас к чему-то очень-очень теплому и уютному, даже, наверное, к детскому. Этой осенью я также планирую читать довольно много классики, скажем так, намного больше, чем обычно, но об этом сегодня говорить не буду, это будет отдельная тема на канале, и я думаю, что очень скоро, планировала еще в августе, но из-за болезни, к сожалению, не успела. И также осенью я планирую один, два, а лучше даже три ролика снять в формате читаю 100 страниц и бросаю, потому что книги на полки уже никак не влезают, я их упихиваю, они сопротивляются, пора освобождать полки от потенциально неинтересных мне книг, от тех книг, по поводу которых есть сомнения. Но в сегодняшний наш мрачно уютный ролик я решила ни классику, ни вот эти сомнительные книги не тащить. Когда я готовилась к этому ролику, у меня была идея собрать стопочки одинаковой высоты для добрых и для злых, скажем так, книг, и, конечно же, ничего у меня не получилось, потому что у меня явно есть перекос в какие-то нехорошие и недобрые истории. Каждый раз, когда я бежала к стеллажу с мыслью «Надо хотя бы еще парочку добрых историй с него выцелить», я возвращалась вот с такой стопкой историй мрачных. И в итоге в два раза, больше в два раза выше у меня стопочка с мрачными историями. Поэтому мы начинаем с добрых. Изменчивость моря Джины Чан — это история о девушке, у которой в жизни все не ладит. Соотношение с матерью, с парнем, отец когда-то пропал без вести, ей просто некому даже выговориться, некому рассказать о всех своих проблемах. И вот дружит она только, как ни странно, с осьминогом, она работает в океанариуме, но какой-то злобный инвестор хочет выкупить этого осьминога Долорес, и это должна быть история, с одной стороны, о спасении осьминога, я надеюсь, с другой стороны, о девушке, которая всю свою жизнь течет по течению, и вот в какой-то момент она должна начать этому сопротивляться. Я думаю, что это будет именно тепло-добрая история о дружбе девушки и осьминога, и о том моменте, когда ты понимаешь, что в жизни надо что-то менять. Но если вдруг это супер глубокая, сложная, интеллектуальная история о том, что все мрак и тлен, дайте мне знать в комментариях. Джеймс Хэрриотт. Конечно же, ни одна подборка добрых душевных книг не может без него обойтись, и также, наверное, без Джеральда Даррелла. Но у Даррелла я довольно много всего прочитала, а вот с Джеймсом Хэрриоттом пока знакома по верхам. Читала у него в подобном оформлении сборник историй о собаках, которые, как оказалось, были просто понадерганы из разных других вот таких отдельных книжек. Это самая первая опубликованная книга Джеймса Хэрриотта. Называется она «О всех созданиях больших и малых». И именно здесь мы узнаем начало становления его истории, как именно он стал сельским ветеринаром, как он вообще дошел до жизни такой, далеко не простой, когда тебя в три часа ночи могут разбудить ссором о том, что где-то корова рожает, и деваться тебе некуда, потому что ты один единственный сельский ветеринар на кучу сел, городов, деревенек вокруг, и ты мчишься в ночи по грязи к этой корове, чтобы принимать у нее род. Примерно такие здесь будут истории, и грустные, и веселые, и трагичные, и очень жизнеутверждающие. Я уже знакома с тем, как пишет Хэрриотт, уверена, что это то, что надо. Одна из самых необычных, сомнительных, интригующих книг на моих полках. За нее спасибо Ксюше с канала Морекниг. Когда-то она мне ее подогнала. Это было очень классно, потому что я вообще ничего на тот момент не слышала об этом романе, и он меня очень сильно удивил, но вместе с тем и сразу заинтриговал. Линда Рутлидж на запад с жирафами. Аннотация обещает нам очень необычная роудстори. Главный герой здесь бродяга и мелкий воришка, который внезапно оказывается водителем фургона, который должен перегнать жирафов из одного зоопарка в другой, в другом штате. В общем, это будет долгое приключение, в котором он встретит все, что можно и нельзя, в том числе будет и попытка похитить, а то и убить этих жирафов. И также он встретит прекрасную рыжую девушку, впервые в жизни влюбится. Я от этой книги ожидаю достаточно драйвового дорожного приключения, первая любовь, необычные какие-то совершенно дикие безумные декорации, и меня это отсылает к каким-то, наверное, старым семейным фильмам годов родом из 90-х. Кстати, чуть не забыла сказать, в этом романе события происходят в 1938 году, что, конечно, тоже добавит особого колорита. Следующая книга — это роман Дэниэля Шпека, который называется «Белла Германия». Почему его сюда отнесла? Потому что помню кинообложку, она была такая веселая, жизнерадостная, с парнем и девушкой, по-моему, на мотоцикле. Я знаю, что это семейная история о семье сицилийцев, которые эмигрировали в Германию, и здесь мы увидим три поколения одной семьи. Я уже читала у автора его другой роман «Пиккало Сицилию», и, если честно, по прошествию этих лет трех-четырех с момента прочтения, я эту историю помню скорее как мрачную, нежели как добрую и уютную. Но если я ничего не путаю, то все-таки романы Дэниэля Шпека считаются достаточно легкими, с романтической линией, возможно, с линией дружбы, и, конечно же, с линией семьи. Я себя недавно поймала на мысли, что для меня Энтайлер недавно перешла в раздел «Не читаю берегу», потому что уже мало осталось ее переведенных романов, к сожалению, и, наверное, жалко все-таки подбираться к тому моменту, когда ее непрочитанных книг у меня на руках не будет. Но это очень неправильная установка, я стараюсь с ней бороться, поэтому да, «Клок Данс» — это то, что я планирую на осень. Жизнь главной героини Уиллы Дрейка буквально пролетела у нее перед глазами, вот она еще юная школьница, у которой куда-то исчезла мать, вот она студентка, которая делает предложение, а вот она уже готовится стать бабушкой, она оборачивается на свою жизнь и пытается понять, неужели это все, неужели это все, что было, все, что будет, все, что ей было отпущено в этой жизни. Но вот внезапно какой-то неожиданный телефонный звонок, и она уже мчится через всю страну для того, чтобы заботиться о молодой женщине, ее дочери и собаке, если я правильно помню. Именно здесь она найдет утешение, именно здесь она найдет ответы на все свои вопросы, и я надеюсь, что как раз эта часть книги окажется такой умиротворяющей, в чем-то философской, доброй. Ну, в принципе, у Энн Тайлер даже самые грустные и драматичные романы всегда вот с этой ноткой человеколюбия, принятие всего вокруг. Ну и сама обложка тоже такого приятного ярко-оранжевого цвета, здесь также на рисунке, на узоре есть какие-то листочки оранжевые, так что я думаю, что это намекает на осеннюю тему. Всем привет! Меня зовут Дина, и мои главные планы на осень – это хорошо учиться и много рисовать. И мы с мамой уже все подготовили для школы. И нам в этом помог хобби гипермаркет Леонардо. В списке к школе это очень удобно, по ним может заказать товары даже ученик. И еще можно отправить ссылку бабушке или дедушке. В списке рассчитаны на детей разных возрастов, и в них собраны все необходимые материалы для школы и для хобби. Самое интересное – это, наверное, тетрадки. Ты весь год будешь на них смотреть, любоваться на их обложке. И поскольку я в этом году учусь на домашнем обучении, я смогла выбрать те, которые мне действительно хотелось. У производителя «Светоч» очень красивые и удобные тетрадки. А я выбрала одну из своих самых любимых тем – это аниме. Русский язык, география, английский язык, общество знания, биология, литература. А еще я очень люблю котиков. И поэтому у меня есть еще такая тетрадка. Материал для художественной школы. Все товары от бренда «Левая яркая». Я им пользуюсь уже второй год. Мне они очень нравятся. Еще на сайте можно прихватить что-то для других хобби. Например, у меня раскраска «Антистресс» и вот такие значки на холодильник. Раскраски по номерам. И все они на мою любимую тему – аниме. И, конечно, я дарю вам свой промокод «БУК». По нему вы получите 10% скидку на сайте «Леонардо». На товары брендов «Лео» и «Светоч». Переходите по ссылке в описании. Прекрасного начала учебного года! По дорогам Сильвена Придома – это еще одна роуд-стори. Мне вообще кажется, что роуд-стори – это один из самых уютных жанров, даже если это погони и перестрелки. Но если есть вот эта идея путешествия, остановки в каких-то новых местах, новых открытий, новых людей, в этом есть что-то очень жизненное, очень жизнеутверждающее и уютное. Здесь нам обещают историю двух друзей, которые когда-то были довольно близки. И потом их дороги разошлись, и уже спустя много-много лет они встречаются вновь. Один из них переехал в небольшой городок во Франции, чтобы спокойно пожить и поработать, по-моему, над новым романом. И вот он встречает своего старого уже забытого друга, и у них дружба завязывается вновь. И если я правильно понимаю, они как раз отправляются в роуд-стори. Будет здесь, кстати говоря, и любовный треугольник. Небольшой роман, который меня заинтриговал еще на моменте первого анонса, до сих пор не дошли руки, и это, конечно, неправильно. Добавим немного фэнтези в мои планы. «Повелитель и пешка» от Марии Герус. Не так давно летом я рассказывала вам о первом романе этого цикла, который назывался «Крылья». Фэнтези, которая, пожалуй, была рассчитана на подростков, но понравится может точно абсолютно всем. Фэнтези там не на самом переднем плане, там скорее приключения, выживания, отношения между группой подростков и их учителем. Это было очень интересно местами, трогательно, местами захватывающе. Так что книгу я просто проглотила и не могла дождаться, когда же вернусь домой, где у меня и осталась вторая часть. Так что это обязательно на осень, я думаю, что даже на относительно ближайшее время. И еще раз вам советую присмотреться к этому фэнтези-циклу, о котором, как мне кажется, мало говорят и зря. Еще одна книга жанра фэнтези, и, честно говоря, я не уверена, в какую стопочку ее надо было положить, потому что русскоязычная фэнтези, славянская фэнтези, это все-таки, как правило, какая-то хтанина и мрачнина. Но здесь и название лихо «Медь и мед», «Медь и мед», и оформление обложки, это «Прекрасная рыжеволосая девушка», в принципе, «Осенние теплые тона», все это меня склоняет к тому, что, возможно, это будет также и уютная, красиво написанная сказочная история, хотя, конечно, немного смущает вот эта черепушка. В общем, я не знаю, куда было бы правильнее отнести эту книгу, но в любом случае я ее планирую прочитать этой осенью. Обязательно должна это сделать. Почему? Потому что в прошлом году я ее возила с собой в отпуск в Геленджик, не прочитала, привезла обратно, и что я сделала в этом году? Ровно то же самое. Я брала ее с собой, и все время, почему-то рука тянулась к другим книгам, я снова привезла ее домой. Но это уже никуда не годится, это даже не из планы в планы, это уже из отпуска в отпуск. Пора определяться, нужен мне этот цикл на полках или нет, покупать ли мне следующие книги, у меня пока только одна. Здесь главная героиня ведьма Альжана, которая решает оставить один чародейский двор и примкнуть к другому. Но по ее следу некий колдун пускает страшное чудовище. Посмотрим. Звучит интересно, но из этого может получиться что угодно. Дальше у нас русскоязычная литература. Вообще, современной русской прозы здесь будет много, но практически вся она отправилась в мрачную стопочку. Ну а в стопочке с добрым, вечным, уютным я вам показываю лучших людей города от Катерины Кожевиной. Главная героиня этой истории молодая москвичка по делам рабочим отправляется на Сахалин. Там ее компания планирует открыть новый завод. И здесь ей нужно заручиться доверием местных жителей. То есть это будет действительно книга о том, как девушка строит отношения с людьми, которые так сильно на нее не похожи. Если я не ошибаюсь и правильно помню отзывы на эту книгу, то здесь как раз обещают довольно добрую, достаточно теплую историю. Хотя понятно, что в такой книге нас встретят самые разные. Не одна только патока, не один только мед. Дальше у меня здесь две книги, которые, пожалуй, можно отнести к одному направлению. Что-то такое про писателей. Про любимых писателей, про любимых фантастических писателей. Во-первых, Терри Пратчетт и его опечатки. Избранные истории с предисловием Нила Геймана. Мне безумно нравится обложка, где Пратчетт играет шахматы со своим самым харизматичным персонажем, смертью. И, конечно, зная биографию Терри Пратчетта довольно грустную и драматичную местами, я жду от этой книги чего-то по-настоящему пронзительного, но также и доброго, и жизнеутверждающего. И здесь будут какие-то его неопубликованные рассказы, по-моему, какие-то эссе, какие-то заметки. То есть здесь мы увидим самого настоящего Терри Пратчетта, автора, творца и просто хорошего человека. И еще одна книга — это «Гринтаун. Мишурный город» от Рея Брэдбери. И здесь сборник его редких произведений, каких-то рассказов, эссе, даже стихотворений. Возможно, какие-то раньше не издавались. Но что интереснее, то что все это здесь сопровождается дневниковыми записями писателя и также фоксимильными вариантами его набросков, рисунков, черновиков и так далее. То есть это, опять же, такой вариант поближе познакомиться с любимым автором. А Рей Брэдбери, конечно, один из таковых для меня. Я не уверена, что хотя бы одну из этих книг я прочитаю, потому что, как правило, у меня все-таки рука тянется в первую очередь к художественной литературе. Во всяком случае, сейчас такое настроение. Но хотелось бы верить, что хотя бы одну из этих книг я все-таки за осень осилю. Писатель, без которого я для себя не представляю подобную подборку жизнеутверждающих, человеколюбивых книг, это Ник Хорнби. Да, практически в каждом его произведении есть какая-то драма, основной конфликт, но люди, их взаимоотношения, все это для меня делают его романы по-настоящему добрыми и душевными. «Голая Джульетта», несмотря на название, это не какое-то суперэксцентричное провокационное произведение. Это история о двух людях, которым уже за 40, об их отношениях. Она заведует местным музеем, в общем, жизнь ее очень такая скучная и упорядоченная, а он больше интересуется забытым рок-кумиром 80-х, нежели ей или чем-то еще. И вот однажды к ней в руки попадает новая пластинка того самого рок-кумира, Такера Крова, пластинка называется «Голая Джульетта». И если ничего не путают, то здесь опять же будет роудстори, вместе они отправятся в путешествие по следам того самого рок-кумира Такера Кроу, и это будет возможность достучаться до правды, увидеть этого кумира таким, какой он есть, а не таким, какой он был в воображении своих самых больших фанатов. Я думаю, что это будет ностальгично, меланхолично, в общем и в целом грустно, но все равно с доброй ноткой, как обычно у Ника Хорнби. Следующая книга — это «Любимое уравнение профессора» от Йоко Агавы. Книга вышла в моем любимейшем издательстве «Поляндрия», и «Поляндрия» издает очень много сложных, действительно драматичных книг, но мне кажется, это будет одна из редких, добрых, по-настоящему жизнеутверждающих историй. Здесь у нас профессор математики, который буквально живет в мире чисел. У него была травма головы, и после этого воспоминания в его голове живут не дольше 80 минут. У него работает домработница, и каждый день они знакомятся заново, заново выстраивают отношения. Она максимально далека от математики, естественно, но профессор каким-то образом и ее, и ее сына очаруют этим миром математики. Я думаю, что это будет очень трогательно. И последняя книга из этой стопочки, да, это, наверное, самый мой постыдный литературный гештальт, или один из них, потому что эту книгу я планирую прочитать еще, наверное, лет с 12. Мне ее активно советуют разные люди, говорят, что это одно из самых любимых их произведений. Многие любят роман, многие любят экранизацию. Я же не знакома ни с тем, ни с другим. И вот до сих пор не добралась, хотя книгу в очень красивом издании купила давно. Я говорю про 12 стульев Ильфа и Петрова, и второй роман «Злазутеленок» у меня тоже в таком же оформлении стоит, на полке ждет своего часа. Я даже нашла прекрасную аудиокнигу, да что там, я нашла две прекрасные озвучки. Есть начитка Багдасарова, есть начитка Клюквина. Я в итоге остановилась на Клюквине, Багдасаров мне показался слишком харизматичным, не знаю, как объяснить, Клюквин у меня просто лучше усваивался. Я прослушала первую главу, и вот что-то застопорилось летом, поняла, что мне хочется чего-то попроще, посюжетнее, поувлекательнее, а здесь настолько насыщенный язык. Вы же наверняка это уже читали, ну а вдруг кто-то еще нет, давайте первое предложение. В уездном городе Энн было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. Ну как, можно после этого не влюбиться в книгу, буквально с первой же фразы, и там дальше такой же насыщенный текст. Я поняла, что в тот момент моих абсолютно отдыхающих мозгов, причем в аудиоверсии книга не ложится совершенно никак, и просто не усваивается, просто я не кайфую на все 100% от того, как это написано. Поэтому летом отложила, но осенью, надеюсь, что у меня будет когда-то в какой-то момент более такое размеренное состояние, когда я буду дышать медленнее, глубже, и книга все-таки отлично будет слушаться или все-таки читаться. Здесь прекрасная, гладкая, белая бумага, очень классные, на мой взгляд, иллюстрации, так что, возможно, не зря она у меня не пошла ни в одной, ни в другой из шикарных аудиоозвучек, может быть, надо прочитать ее все-таки в бумаге. На этом добрые книги все, переходим к книгам злым. Здесь будут мистические, готические истории, здесь будет мрачная, как мне кажется, как я предполагаю, фэнтези, здесь будет научная фантастика, но мне кажется, что тоже с такой мрачноватой атмосферой безысходности. Давайте начнем с наличников от Юлии Шляпниковой. Здесь у нас региональная фэнтези родом из Татарстана, моей родины, кстати говоря, во всяком случае события романа происходят именно там. Главная героиня, молодая девушка, видит призраков и помогает им уйти в мир иной. Из-за этого у нее не складываются отношения с родными, близкими, друзьями. В какой-то момент она возвращается в свой родной город, видимо, небольшой городок, где фотографирует, изучает дома столичниками и, по-моему, ведет блог об этом. Там она знакомится с молодым человеком, они влюбляются друг в друга, но их родственники, что важно, не только живые, но и мертвые, против их отношений, потому что она русская, он татарин, но и это еще не все. Там есть еще одно интересное фэнтезийное допущение, скажем так, но мне кажется, это, возможно, уже спойлер, и того, что я вам уже рассказала, в общем-то, достаточно, чтобы заинтересоваться историей, а уже последующие сюжетные события можно открывать самостоятельно. Во всяком случае, я искренне постараюсь забыть то, что прочитала в аннотации, думаю, так будет интереснее. Мне очень сильно нравится оформление этой книги. Далее у меня два романа Сальникова, это «Окультрегер» и это «Отдел». Насколько я помню, и то, и другое про российскую хтонь, про самую настоящую нечисть, не без метафор, но современность, конечно же. Давайте я не буду сейчас мучительно пытаться вспомнить и пересказать вам аннотации, просто поверьте мне, что какой-нибудь один из этих романов я обязательно планирую на осень. У Сальникова пока читала только Петрова в гриппе, это было восхитительно. Скупила, по-моему, все его романы, что-то получила в подарок, за что спасибо причастна. И вот до сих пор до них не добралась, что, конечно, самое настоящее преступление, потому что, как мне кажется, Алексей Сальников — это один из самых интересных и достойных внимания современных российских писателей. Еще одна российская хтонь — это роман Веры Богдановой, Павел Джан и прочие речные твари. Обожаю это название, но насколько же вкусно звучит, как, впрочем, и все названия Веры Богдановой. Здесь у нас будет что-то о чипизации людей, что-то о общей цифровизации. Здесь у нас будет некий Павел Джан, детдомовец, который встречает человека, который когда-то в детстве его обидел и избежал наказания. И это пробуждает в Павле какие-то темные, мрачные стороны, которых он и сам боится. Ну, это все, что я знаю из аннотации. Я думаю, что это будет интересно. Насколько помню, по жанру это что-то вроде антиутопии. Ну, в принципе, да. Чипизация, абсолютно недобровольная, как я понимаю, чипизация, уже намекает на антиутопию. Посмотрим. Хотелось бы тоже этот роман прочитать, потому что он один из таких, которые я постоянно планирую и все время откладываю. Больше кто не богу в тоне. У меня тут черная изба от двух авторов. Это Анна Лунева и Наталья Колмакова. Прекраснейшая серия от мифа «Читаем Россию». Ну, пока я прочитала только одну книгу, не могу сказать, что это был прям-таки восторг, но мне нравится сама идея, мне нравится концепт, мне нравится, как эти книги оформляют. Ну, а сами романы кому-то придутся по вкусу, кому-то чуть меньше. Я же надеюсь, что с черной избой у меня все сложится. Это история о девушке, которая мечтает выбраться из небольшого городка Барнаула и учиться в Новосибирске. Она мечтает поступить в консерваторию, но что-то идет не так, она проваливает экзамен, и чтобы все-таки задержаться в крупном городе, она поступает в аграрный колледж. А дальше начинаются странности с ее новой подругой, с ее соседкой Леночкой, которая посреди года просто пропадает и возвращается с некой тайной. Судя по всему, какой-то мистической «хтони здесь ждать не стоит», это скорее «хтони человеческих сердец». В общем, здесь будет какая-то драматичная и, наверное, грязненькая история, но, может быть, я и ошибаюсь, прочитаю, расскажу. Здесь точно жду самой настоящей «хтони неприкрытой» — это «Икарова железа», сборник Анны Старобинец и ее мрачненькие мистические рассказы. Я у Анны Старобинец читала в этом году или в конце прошлого «Серебряный ашалотль». Такая мрачненькая фантастика, местами антиутопия, местами скорее фэнтези, которая на своем метафорическом пласте переосмысляет окружающую действительность. Надеюсь, что здесь будет так же круто, как и там, и мне очень нравится издание, обложка, и вообще не понимаю, почему рассказы, да и романы Анны Старобинец как-то не очень активно переиздают. Мне кажется, что после «Лисиих бродов», да и даже просто после «Зверского детектива» эта автор стала по-настоящему популярной, за ее книгами многие гоняются, многие пытаются купить подобные старые издания. Мне повезло, другим нет. В общем, ждем переиздания, ну и вот эту книгу я обязательно хочу осенью прочитать. Совсем небольшой сборник, так что не вижу смысла откладывать. Двухтомник Владимира Торина «Мистер Вечный канун». Я уже читала у автора «Птиц». В целом мне очень понравилось. Пока я читала, пока я была в процессе прочтения, мне очень нравилось все. Честно, книга меня приводила в восторг. Ближе к концу начались вопросики, автор, мне кажется, откровенно там перемудрил. Ну правда, не стоило превращать достаточно легковесную, простую, такую расслабляющую тебя историю, добрую даже во многом, несмотря на мрачный антураж, во что-то вот такое вот сложно сочиненное под конец. Просто как-то оно негармонично вышло. В общем, осталась я в расстроенных чувствах и не уверена, что буду «Птиц» дочитывать. Но этот роман, это же абсолютный бестселлер. Это для многих-многих читателей любовь в самое сердечко, в топ прочитанного года и так далее. Ну надо, надо ознакомиться, попробовать. И, кстати говоря, в начале, когда я видела только обложки, когда я видела аннотации, мне казалось, что это довольно-таки добрая история на тему Хэллоуина, на такого прекрасного праздника. Я думала, что здесь будет очень много пересечений к рассказам Рея Брэдбери о такой вот странненькой хэллоуинской семейке, кто читал тот в курсе, о чем я. Но помню по отзывам, что здесь все не так уж радужно и в какой-то момент здесь начинается настоящая расчлененка, если я ничего не путаю. Во всяком случае, становится жестко. И это, я думаю, все-таки в злую стопочку книг сегодня стоило положить. В любом случае, очень надеюсь, очень планирую, давно хочу прочитать. Пока течет река от Дианы Сеттерфилд. Я уже читала у автора, конечно же, тринадцатую сказку, и мне, кстати говоря, очень понравился этот роман. Это история девочки, с которой мы познакомимся в самом начале ее жизни. Она новорожденный младенец, и она мертва. В трактир ее приносят некие незнакомец, и спустя пару часов она оказывается живой. Кто эта девочка, и кто в дальнейшем будет о ней заботиться? Возможно, она пропавший ребенок либо одной семьи, либо другой. Мне интересно, куда потечет эта река, и что все-таки здесь на самом деле произошло. Покажу вам также свеженький сборник Паула Бочегалупи. Ура, переиздание, не ура, обложка. Ну ладно, правда, я не могу больше об этом говорить. Мы помним, обложка мне не нравится. В первую очередь, мне бы хотелось отсюда прочитать роман «Заводная». Один из самых его известных романов, наверное. Здесь далекое будущее, в котором все изменилось, и теперь огромные пласты суши ушли под воду, и люди пошли по пути биотехнологий. Генномодифицированные растения и животные, также нам здесь обещают биотерроризм, политические интриги. Я думаю, что это будет довольно сложно сочиненная, сложно составленная вселенная, где автор покажет нам мир под всеми возможными углами. Наверное, твердая научная фантастика, но это не точно. В любом случае, вот эта обложка, как бы она мне сильно не нравилась, навевает мысли о том, что это будет достаточно мрачно. Дальше у меня тут еще один незакрытый гештальт, потому что это книги, которые я, кажется, покупала еще на первом или на втором, но не позже, году ведения канала. Здесь у меня романы Тима Пауэрса. Я помню, влюбилась просто вот в эту обложку. Эти духи, эти склянки, эта рыба, ну просто любовь. Мне так сильно захотелось ее прочитать. И здесь интересная научная фантастика в историческом антураже. Здесь нам обещают и Эдисона, здесь нам обещают и духи, которых можно хранить в бутылках последние вздохи человека. И, по-моему, какое-то стремление, погоня за вечной жизнью, что-то в этом роде. Мне аннотация тогда показалась, ну, очень интригующей. И мне кажется, что здесь будет такая густая, туманная атмосфера. Хочу. Но оказалось, что это вторая книга условного цикла. Да, наверное, ее можно прочитать отдельно, но я терпеть такое не могу, когда все-таки какие-то намеки остаются мне непонятными. Поэтому, как только я осознала, что это вторая книга, я, конечно же, купила первую. Она называется «Последняя ставка». И здесь у нас будет древнеегипетская или древнегреческая мифология. Судя по всему, древнеегипетская. Что меня привлекает несколько меньше. Но, кстати говоря, тогда оно меня привлекало меньше, а вот сейчас у меня, наверное, больше интереса к этой теме. Аннотация обещает нам историю человека, который еще в детстве был вовлечен в какую-то фантасмагорическую борьбу за власть. Дело в том, что его отец при помощи магии добывал себе новые тела, и, я так понимаю, стремился к вечной жизни. И вот у нашего главного героя была не самая веселая участь стать сосудом для разума своего отца. Но мать ценой своей жизни спасла сына. Интересно, интересно, что из этого получится, учитывая, опять же, египетские вайбы. Тогда меня этот роман интересовал, наверное, только как ступенька к более желанному. Поэтому сейчас же меня он и как самостоятельное произведение тоже привлекает. Знаю, что Тим Пауэрс у нас либо недооцененный, либо, может быть, заслуженно неоцененный писатель. Помню, что были там проблемы с продажей тиражей. Это, вообще-то, условная трилогия, так что есть еще третья часть, называется «Последние дни». Вышла в двух отдельных томах. Насколько я помню, был большой перерыв между второй и третьей частью, и были проблемы с тем, чтобы все это дело распродать. Потому что Тим Пауэрс у нас не самый популярный писатель. Но я помню также и то, что есть у него все-таки группа преданных поклонников. Надеюсь, что и я к ним примкну. Я надеюсь, вы еще не устали, потому что впереди довольно много книг. Бедный мой голос, который я еще не восстановила. Чувствую потом два-три дня вообще разговаривать не буду. Ладно. Дальше у нас тут еще немного славянского фэнтези. Это «Сокол и ворон. Цикл Золотые земли» от Ульяны Черкасовой. Тоже книга из планы в планы, из года в год. По-моему, года два она у меня уже на полках стоит. Я помню, что Рита Маргоин Ред прочитала как минимум первую, а может и весь цикл. Ей очень сильно понравилось. На первый взгляд по обложке и вообще может показаться, что это такое проходное, среднестатистическое, славянское фэнтези. Но Рита сказала, что это что-то гораздо более глубокое и интересное. И в плане проработки мира, и каких-то, по-моему, даже политических интриг. Ну, тут я, возможно, и путаю, и додумываю, но что-то там такое было достаточно глубокое и интересное. И в плане персонажей, и линии их отношений. Здесь будет четыре главных героя, но я запомнила завязочки историй двух из них. Здесь будет девушка, которую с рождения пообещали хозяину леса. И когда она подросла, я так понимаю, нужно это обещание исполнить. И также здесь будет молодой человек, который уже устал скрываться от охотников за ведьмами. Знаете, кстати, почему у меня с этой книгой не сложилось? Потому что я изначально как-то настроилась, что номинально возьму ее в бумаге, но все-таки слушать буду в аудиоверсии. Возможно, иногда, где что-то не поняла или наоборот понравилась какая-то сцена, я буду возвращаться к ней в бумаге. В итоге аудиоозвучка там настолько ужасна. Правда, это худшая аудиоверсия, которая мне когда-либо встречалась. Ну, каких-то официально вышедших книг, во всяком случае. Так что, да, с аудиоверсией не сложилось, и я из-за этого на книгу почему-то очень сильно обиделась, хотя понимаю, что это совершенно несправедливо по отношению к истории. Нужно ее уже, наконец-то, прочитать. «Вампиры в космосе» Питер Уоттс «Ложная слепота». Это довольно сложная должна быть, твердая научная фантастика. И все, что я помню об этой истории, о том, что да, здесь будет научная фантастика, события происходят в космосе, и там таки будут вампиры. Честно скажу, меня это безумнейше интригует. Так что очень хочу тоже книгу прочитать. Тоже помню, что, по-моему, Аня читала и хвалила. И вообще, в принципе, это супер бестселлер у издательства АСТ, ну, а точнее даже у редакции «Астрель». Уже столько раз эта книга переиздавалась в разных обложках, в сборнике, где сразу несколько романов, потому что этот роман открывает цикл. И вот в таком отдельном издании тоже у меня на полках стоит. Ну, пора. Опять же, если вы читали, если вы любите, подтолкните меня. Всегда вот эти ваши восторженные комментарии, быстрее бери, тебе точно понравится, они всегда работают. Вот в последнем ролике, в книжных покупках, показала вам большой роман от издательства «Корпус» Берта Исла. И знаете, я бы его, наверное, спустя пару лет только взялась читать. Но несколько человек написали, бери, тебе понравится, и что я уже на середине книги, всего пару дней прошла. Кстати, о последних книжных покупках кадавры Алексея Поляринова, конечно же, стоит у меня в ближайших планах. Я думаю, что это в первую очередь метафорическая история. Ну, а в плане сюжета здесь рассказывается о будущем, в котором по всей стране появились фигуры мертвых детей. Именно они здесь и называются кадаврами. А главные герои этой истории, молодые люди, путешествуют по России с целью изучения неких аномалий. И также по ходу дела они смотрят, как появление мертвецов сказалось на жизни живых. Что может быть мрачнее, чем сборники рассказов от Стивена Кинга? И это его самый свежий сборник из четырех повестей, который называется «Будет кровь». Раз в какое-то время, в какой-то промежуток времени, Стивен Кинг выпускает такие сборники, четыре недостаточно больших для того, чтобы быть романами произведения, но все-таки и не рассказы. Я знаю, что один из этих рассказов я точно пропущу, потому что там история главной героини цикла о мистере Мерседесе, и очевидно будут какие-то спойлеры, да и в целом мне это просто пока будет не особо интересно. Но три другие истории из этой книги я бы прочитала сейчас. Вообще, кстати, идея о том, чтобы прочитать цикл о мистере Мерседесе, тоже неплохая. Я его не взяла в эту подборку, просто не вспомнила о нем, как и обычно, но меня этот цикл давно интригует. Так что, если вдруг у вас это любимая книга Стивена Кинга, и вы считаете, что мне обязательно нужно за нее быстрее хвататься, тоже дайте знать в комментариях. Еще одна книга, которую ну просто преступно откладывать дольше, потому что я помню, когда она только вышла, и как сильно я хотела ее прочитать. По-моему, у Светы из Tuttle Girls был шикарный отзыв на эту книгу, когда хотелось просто бросить все и сразу же ее читать. В общем, это «Радость. Словно нож у сердца» от Стивена Эриксона, и это история первого контакта. Пришельцы прилетают, но не вступают в этот контакт, они просто где-то рядом, и они каким-то образом влияют на все, что происходит на Земле. Никаких больше войн, никаких больше конфликтов, начиная от школьных драк. Ничего. Конец любой преступности, конец государственным границам. Ученые не понимают, что происходит, не дают никаких ответов, и все люди застыли вот в этом недоумении, в ожидании разъяснения того, что происходит. Мне вообще эта аннотация напомнила роман Марина и Сергея Диченко «Пандем», но там некое божество явилось в мир, оно очень даже вступало в контакт, пусть с некоторыми отдельными людьми, потом со всеми сразу, и оно несло добро, принудительно. Здесь что-то очень похожее по аннотации, но все-таки роман Марина и Сергея Диченко — это скорее такая околофилософская притча, при этом такая легкая научная фантастика, скорее сказка с приятными и неприятными героями, с интересными какими-то ситуациями, в которые попадают самые разные люди, от преступников до хороших людей. Здесь, я думаю, будет что-то по-настоящему мрачное, вот это ощущение давящего будущего, которое совершенно непредсказуемо больше, чем когда-либо. Да, вот сама рассказываю, сама понимаю, что нужно хвататься и читать. Дарья Бабулева и ее вьюрки, пожалуй, самое известное ее произведение, и, наверное, тот неловкий момент, когда уже не в первый раз в книжных планах показываю вам эту книгу, но в этот раз точно до нее доберусь, потому что недавно я у Бабулевой прочитала магазин работы «До наступления тьмы». У меня было три или даже четыре подхода к этому роману, и в тексте, и в аудиоверсии, и все не шло, и все мне не нравилось, а потом я как-то вслушалась, вчиталась, и мне понравилось. Я прочитала и подумала, что да, надо что-нибудь еще взять. Возьму вьюрков, потому что эта книга сделала автора известной, о ней чаще всего говорят, ее больше всего хвалят, так что, думаю, нужно закрепить успех самым таким весомым и любимым читателем произведения Дарьи Бабулевой. Не буду сейчас даваться, наверное, в подробности аннотации, здесь у нас то ли деревня, то ли дача, и какая-то хтанина, конечно же. «Ведьмы. Салем. 1692 год» от Стейси Шиф. И это у нас нонфик. Нонфикшн, не художественная литература. Столь редкий гость в этом сегодняшнем списке. Было несколько книг о писателях, да, и вот эта книга представляет мрачную сторону подборки, ну что может быть более мрачным, чем процесс над ведьмами. Это именно что? Документальное исследование того, что когда-то происходило в Салеме. Здесь будут, по-моему, даже свидетельства очевидцев. Книга, как видите, толстенькая, объемная, и здесь есть иллюстративный материал на цветных клейках посередине. Я думаю, что это было бы очень интересно, но честно признаюсь, я совершенно не уверена, что руки до этой книги дойдут, потому что, ну, положа руку на сердце, все, что я вам показывала до, меня гораздо больше манит, чем вот этот нонфикшн. Хотя он определенно точно интересный, и, наверное, в совокупности с какой-нибудь книгой о ведьмах, не обязательно салемских, взять ее было бы интересно. Век серебра и стали от Дениса Лукьянова еще одно фэнтези с древнеегипетскими вайбами. А точнее здесь египетские боги сошли на землю и предстали перед глазами людей. Конечно же, это очень сильно сказалось на мире, и теперь люди отказались от всех своих других возможных религий, все поклоняются древнеегипетским богам. Смерть теперь не страшна, и люди даже начинают к ней стремиться, потому что именно там будет то самое вечное царство, вечный покой и вот эти все дела. И также нам здесь обещают детективную линию расследования, череду поджогов, заговоров и каких-то других ужасных событий. Я знаю, что эта книга в первую очередь тянет атмосферой, во всяком случае я такие отзывы слышала. И последняя книга в сегодняшнем ролике. Наконец-то мы добрались до конца. Это Юми и Укротитель кошмаров от Брэндона Сандерсона. Отдельно стоящий роман вот в этой прекрасной серии, шикарно изданной. Здесь синий обрез, здесь иллюстрации, в том числе есть иллюстрации в целую страницу намелованной бумаги. Очень красивое издание. И, по-моему, из всех книг, которые вот так шикарно вышли, из-под пера Брэндона Сандерсона, вот эта наиболее высоко оценена моими коллегами и просто читателями. И она меня больше всего привлекает по аннотации, потому что здесь у нас азиатские вайбы. И, кроме того, здесь тема духов, которые приходят в этот мир, и девушки, которые могут с ними общаться. Тоже, надеюсь, за осень до этой книги добраться. Если вы ждете мой отзыв, вы знаете, что делать. На этом сегодня все. Мой голос тоже все. Увидимся с вами, я думаю, не очень скоро. Три-четыре дня я точно возьму перерыв на восстановление голосовых связок. Но, тем не менее, видео обязательно будут. Я оставляю в инфобоксе, как и обычно, ссылку на Яндекс, куда видео дублируется, пусть и не сразу. Кстати, да, об этом у меня периодически спрашивают, когда выходит новое видео, а когда на Яндексе. Я, честно, ребята, не знаю, когда на Яндексе, потому что это автоматически налаженный процесс. Я в нем не участвую. Видео спустя какое-то время само подсасывается на Яндекс. Так что подписывайтесь там, если вам не очень удобно смотреть здесь. Но я буду особенно благодарна вам и все другие блогеры тоже, если вы все-таки будете продолжать поддерживать нас на Ютубе. Тем, кто досмотрел до этого момента, тем, кто смотрит на Ютубе. Вот, честно, большое вам человеческое блогерское спасибо за то, что вы продолжаете нас поддерживать. Мы, правда, это очень ценим. Каждого из вас, каждый ваш просмотр. Скоро увидимся. Подписывайтесь, комментарии вы все знаете. Всем пока!